Под Оренбургом сегодня простились с героем России, который погиб вдали от дома, выполняя свой долг. Имя Александра Прохоренко уже вписано в историю. Про него говорят настоящий боец, который с детства мечтал служить родине. На последнем задании работал в Сирии, в глубоком тылу террористов. Когда попал в окружение, вызвал огонь на себя. В Оренбурге сегодня день траура, приспущены флаги, офицера похоронили с воинскими почестями. Проститься пришли не только близкие однополчане. У небольшого дома культуры в поселке Городки сегодня сотни людей, многие с цветами. Все прощаются с Александром Прохоренко. Здесь не только родственники и друзья, практически весь поселок. Много людей приехали из других городов. Приехали из Оренбурга почтить память героя, чтобы внук запомнил. Это так прискорбно. Его ровесники в мирное время строят будущее, растят детей. А он отдал свою жизнь. У нас тоже сын. Для нас это трагедия, что такой молодой человек погиб. Они пришли сюда, чтобы поддержать родителей, потерявших своего сына. Слова соболезнования звучат и в адрес вдовы Александра. Екатерина не смогла сегодня прийти. Она сейчас ждет ребенка. И нервничать ей нельзя. На траурном митинге бывшие сослуживцы, одноклассники, соседи. Многие говорят, таким как Александр Прохоренко и должен быть настоящий офицер. Александр Геройский погиб в этом бою. Но он навсегда вошел в историю России. На его примере будут воспитываться сотни и тысячи российских ребят. Которые будут защищать и прославлять нашу великую родину. Именно поэтому, прощаясь сегодня с Александром, мы точно знаем, что он навсегда остается с нами. Что он навсегда остается в строю и продолжает служить. Однако для местных жителей он навсегда останется улыбчивым парнем с улицы Строительной. Городки – небольшой поселок, всего несколько улиц. Все друг друга знают. Так же все знали и Александра. Режиссер Жорж Масох большую часть своей жизни прожил в Москве. Но часто бывают у родственников в Сирии. Он видел войну собственными глазами. Решил снять фильм о подвиге Александра Прохоренко. Говорит, посчитал своим долгом приехать на похороны героя, который боролся за мир в его родной стране. Он там погиб ради сирийских беспомощных детей и семей, которые не успели покидать Пальмиру, Тудмур. И они там пострадали серьезно последние 9 месяцев. Одноклассники говорят, что и после переезда в Смоленск Александр поддерживал с ними связь и встречался каждый раз, когда приезжал в отпуск к родителям. Мне он запомнился как веселый, очень активный, харизматичный человек. Был среди нас лидером. Он по-другому поступить не мог. То есть пришел момент выбора. Он его сделал. Сделал правильный выбор. Прекрасно понимал, чем могло закончиться дальнейшее. Вступил правильно. Сегодня в траурных лентах и флаги на единственной поселковой школе. Александр окончил ее с серебряной медалью. Его фотография на доске почета. Учителя вспоминают еще в пятом классе. Саша Прохоренко заявил, что хочет быть офицером. Как его прадеды, воевавшие в Великую Отечественную. Он у нас на осмотре строя песни. Им рапорт задавали, голос поставили. Они ездили на областную зорницу. Он был признан лучшим командиром области. После школы он поступил в Академию войск ПВО в Смоленске. Получил красный диплом. Служил в спецназе. И вот Сирия. Почти неделю он работал, по сути, в тылу врага, возле Пальмиры. С земли корректировал огонь российской авиации по позициям боевиков, запрещенного в нашей стране ИГИЛ. Попал в окружение. Чтобы не сдаться в плен, вызвал огонь на себя. Он погиб 17 марта. Посмертно. Указом президента был награжден звездой Героя России. Погребение Героя под гимн России из звуких выстрелов почетного караула. Его похоронили рядом с родственниками по просьбе родителей. В Оренбургской области день траура. На фасаде школы, где учился Александр Прохоренко, появится мемориальная доска. Обсуждается и возможность установки монумента. Уже точно известно, что в честь Героя будет названа одна из улиц Оренбурга. Сергей Пономарев, Павел Литувет и Сергей Суворов. Первый канал. Оренбургская область.